И установить лежачих полицейских. Именно они помогают курским водителям быть вежливыми по отношению к пешеходам, уверены сотрудники ГБДД. Сколько искусственных неровностей появится в Курске и где, выяснял Игорь Киселев. 135 лежачих полицейских уже контролируют скоростной режим на дорогах региона. До конца года появится еще 105. 33 из них в Курске. Ограничители скорости установят вблизи школ, детских садов, больниц. По каждому из округов есть списки по предложениям госавтоинспекции. Значит, эти неровности будут устанавливаться в местах пешеходных переходов для обеспечения безопасности дорожного движения при переходе пешеходами проезжей части улиц. Приблизительно по 10 неровностей по каждому из округов. Основой безопасности движения должна быть сознательность и внимательность, водители утверждают инспекторы. В избежание пробок на центральных улицах города неровности не появятся. Если даже их установят, то возможно, что и кому нужно пролететь, и они и пролетят. Но я не противник этого. Я только за, потому что в любом случае у меня растет ребенок, он скоро будет ходить через дорогу, поэтому я только за. Элементы принудительного снижения скорости в первую очередь направлены на борьбу с лихачами. Притормозить придется обязательно. По улице Мыльникова, напротив детского сада номер 135, уже установлен лежачий полицейский. Благодаря программе совсем скоро, возможно, и на вашей улице появится очередная искусственная неровность на дороге. Игорь Киселев, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ.